Всем здравствуйте. Слушайте, я рад, что спустя три года мы видим тандем в наших рядах. Тебе слово. Всем здравствуйте. Илья Капитонов, руководитель агентства Tandem. Здравствуйте. И сегодня мы расскажем про речевую аналитику. На самом деле, когда мы начинали готовиться к выступлению, мы даже не могли предполагать, насколько актуальна будет тема нашего доклада. Все знают, что сегодня рынок переживает очередной цикл спада спроса со стороны потребителей. Стоимость обращений в отдел продаж улетает в космос. Сейчас аудитория все более и более холодна к предложению, слабо реагирует на акции. Да и акции сейчас очень тяжело подобрать под аудиторию. В связи с этим, ну и у дилеров разнонаправленная стратегия. Кто-то наращивает бюджет, но это не всегда приводит к росту ROI. Кто-то требует и всячески пытается работать на снижение CPL стоимости обращения в отдел продаж. Но, опять-таки, это не всегда соразмерно снижению CPL, выдачи автомобиля. Собственно, что делать? Как продавать больше? Собственно, надо найти зоны роста в отделе продаж. Часто кажется, что и так все хорошо. Один неудачный кейс менеджера – это не показатель, бывает, случайность, погрешность и так далее. Даже если страйк выше, чем у конкурентов, это не значит, что он максимальный. Всегда есть что улучшить. Ну и самое главное, самостоятельное аудирование отдела продаж дает невысокий и, самое главное, кратковременный результат. Речевая аналитика в данном случае – это независимый аудит и системный поиск точек роста. Я передаю слово моему коллеге Саше Ефанову, эксперту по речевой аналитике, который подробно расскажет про сам процесс и в дальнейшем познакомится с кейсами. Итак, всем добрый день. Меня зовут Ефанов Александр. Я являюсь экспертом в области речевой аналитики. Занимаюсь этим с 2019 года. За это время через меня прошло уже более 100 тысяч разговоров менеджеров. Соответственно, имею большой опыт и знания в этой области. На основе опыта наших клиентов мы поняли, что важно не просто поставлять лиды, а нужно еще помогать максимально конвертировать их в сделку. Давайте с вами вместе вспомним, какие факторы важны в управлении продажами. Прежде всего, необходимо уметь выстраивать продажи, основываясь не просто на догадках, а на объективных показателях. Приведу здесь элементарный пример. Допустим, менеджер может закрыть сделку с комментарием «дорого», но в данном случае ни одна сериал-система вам не сможет ответить на вопрос, действительно ли клиенту было дорого, или менеджер не смог отработать это возражение, или, допустим, он не смог донести ценности этого предложения. Есть сейчас в зале те, кто знаком с каким-то инструментом, который поможет отвечать на этот вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки. Также никак не обойтись без сбора всех возражений и успешных аргументаций к ним, которые работают именно в вашем бизнесе, с вашими клиентами и с вашими чеками. Также необходимо иметь инструмент, который возвращает потерянные сделки. Но здесь все очевидно, чем раньше вы совершите вторую попытку с клиентом, тем более высока вероятность того, что вы сможете закрыть его на продажу. Кроме того, всегда важно определять эффективность каждого конкретного менеджера и искать его точки роста. Те компании, которые уже умеют это делать и имеют в своем арсенале, также еще задумаются и о следующих вещах. Как оперативно и достоверно сравнивать себя с конкурентами? Да, согласитесь, важно как можно быстрее узнать, если ваш конкурент начнет допинговать или использовать какую-то новую акцию или применять какие-то допы и спецусловия. Соответственно, тем быстрее мы сможем на это отреагировать. Плюс к этому необходимо уметь клонировать опыт успешного менеджера по продажам на весь отдел. Зачастую это всегда дает достаточно быстрый такой рост конверсии. Но и никак не обойтись без умения тестировать новые гипотезы и акции. Опять же здесь приведу такой пример. Допустим, мы разработали какую-то новую интересную акцию. Соответственно, дальше менеджеры по продажам начинают ее в диалоге рассказывать, рассказывать клиенту, но конверсия в продажу никак не растет. Соответственно, у меня вопрос к залу. Что нужно тогда дальше делать с этой акцией? Так, зал сегодня не очень хочет общаться. Хорошо. Соответственно, данную акцию нужно как-то менять, как-то видоизменять, либо вообще ее убирать. Либо может быть обратная ситуация. Вы эту акцию разработали, но менеджеры по продажам могут о ней не говорить в диалоге или говорить в очень маленьком проценте диалога. Соответственно, в данном случае также конверсия не будет расти, не будет меняться. Но уже нужно будет менять не саму акцию, а нужно будет начинать контролировать самих менеджеров. Я понимаю, что данный пример, который привел, он достаточно очевиден. Но, как показала наша практика и опыт, расскажу реальный случай, который недавно произошел. Достаточно крупный дилер разработал очень крутую акцию, которая давала сильное преимущество на рынке. Но после того, как мы проудировали отдел продаж, оказалось, что они об этой акции рассказывали всего лишь в 7% диалога. Пожалуйста, вы провели огромную работу, маркетологи, дилеры разработали крутую акцию и получаете 7%. Именно поэтому мы разработали такую систему речевой аналитики, которая позволяет отвечать на эти вопросы быстро, точно и с минимальными затратами. Итак, как же работает наша система речевой аналитики? Основной системой речевой аналитики является параметр call ratio. Это оценка звонка, которая составляет 100%. На практике такое бывает крайне редко. Обычно успешные менеджеры по продажам имеют диапазон от 65 до 80%. Если же оценка звонка имеет меньше 55%, то это явно нам показывает, что менеджер точно в разговоре где-то что-то не доработал. Хочу заметить, что с 2019 года во всех проектах, где мы работали, мы наблюдали точную взаимосвязь. Чем выше оценка звонка, тем выше его конверсия в продажу. Мы оцениваем звонки. Сначала мы создаем чек-лист. Он индивидуальный. Для каждой компании разрабатывается отдельно и учитывая все ее нюансы и задачи. После этого, на основе этого чек-листа, мы создаем специально удобный дашборд, с помощью которого можно быстро просчитать все параметры и удобно провизуализировать результат. Затем начинают оцениваться и прослушиваться все звонки менеджеров. И уже через неделю вы получаете первые данные, на основе которых дилер может внедрять изменения в свой бизнес. Как пример, расскажу вам кейс, который мы прошли вместе с компанией Автоград. Это дилер в городе Калуга, таких известных марок, как Jack, Cherry, Chili, Amoda, Mercedes, Toyota и многие другие. Основной задачей было на падающем рынке, высоко конкурентной среде увеличить количество продаж по сервисным услугам. На начальном этапе, когда мы зашли в проект, средняя оценка звонка по менеджерам по отделу составляла всего лишь 35%. На данном слайде вы можете видеть первый лист нашего дашборда. И здесь показана общая динамика по отделу в целом, да и каждого менеджера по отдельности и основные параметры. Мне сейчас на самом деле объективно не хватит времени рассказать про весь функционал нашего дашборда, поэтому я покажу основные листы, расскажу, для чего они нужны, и если кого-то заинтересует, уже после выступления можем с вами пообщаться, либо договориться об индивидуальной встрече. Как правило, вот этим листом дашборда пользуется директор по продажам, либо директор по маркетингу для того, чтобы отслеживать динамику. Следующий лист дашборда делает уже подробный разбор каждого нашего менеджера. То есть вот каждую строчку, которую вы видите, это отдельный звонок, который не нужно слушать для того, чтобы понять его результат и увидеть, где конкретно менеджер недоработал. Кроме того, мы здесь выводим отдельно, какое возражение было у клиента и как именно его отработал менеджер. То есть с помощью вот этого дашборда всего за пару минут вы можете увидеть картину дня, недели или месяца в разрезе качества общения ваших менеджеров с вашими клиентами. При необходимости можно будет прослушать звонок прямо из этого дашборда, просто перейдя по ссылке. Следующий лист дашборда показывает нам динамику изменения основных показателей относительно прошлого периода. То есть для того, чтобы увидеть, есть ли какая-то положительная тенденция изменений по конкретному менеджеру, вам достаточно будет просто выбрать его фамилию. То есть больше не нужно проводить какой-то более детальный анализ, графики строить и так далее. Для этого теперь есть отдельный инструмент. Кроме того, мы отдельно выводим звонки, которые однозначно требуют второй попытки. И многие наши клиенты только за счет этого инструмента уже смогли получить дополнительную прибыль. На этом я передаю слово Антону Коновалову. Это директор дилерских центров в городе Калуга. А после его части с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Всех приветствую. Управляющий директор автомобилей группы «Автоград» Калуга. Была цель увеличить загрузку сервиса. И, естественно, самым, наверное, разумным, самым эффективным способом было в первую очередь предпринято увеличение конверсии из обращения клиентов в запись. Довольно сложный и долгий путь мы сначала пытались сами пройти, по этому направлению, пытались привлекать внешних партнеров, причем смотрели за различные практики, опыт других компаний. Есть много автоматизированных сервисов, которые предлагают очень разумную цену, но по факту достоверность данных оказалась нас не устраивающей. Есть партнеры, которые делают очень подробный анализ, но для нас их ценообразование показалось неподъемным. И вот этот проект, на самом деле, нам показался самым интересным. Полгода здесь вот данные, с чего мы начали и с чего мы достигли через 6 месяцев. Ну и реально я готов подтвердить, что это работает. Мы получили прекрасное увеличение конверсии, мы получили необходимую загрузку. И на падающем рынке, на стареющем рынке, да, сейчас у нас там следующие наши проблемы вырисовываются, как нам теперь увеличивать производственные мощности, набирать механиков и успевать это перерабатывать. Илья, скажешь про… Коллеги, у нас специальное предложение для гостей конференции. У всех, у кого будет показатель 75% по чек-листу, услуги речевой аналитики предоставляем бесплатно. Как это получить? Переходим по QR-коду, оставляем заявочку и получаете предложение. Всем спасибо. Будем рады ответить на ваши вопросы. Так, бесплатные предложения я люблю. А можно как-то сюда, чтобы я не крутился туда-сюда? Так, вопросы в зале. Опять фреш. Какие-то неугомонные. Вот эта парочка, их надо рассадить, они же будут каждому спикеру вопросы задавать. Наоборот, хорошо. Микрофон на первый ряд, пожалуйста, быстренько можно организовать? Так, пока организовывать микрофон, сори, я туда зачитаюсь. Так, насколько ваша система масштабируемая и есть какие-то ограничения? Система, так как давно уже отработана, отлажена, мы, в принципе, готовы принять любой объем. То есть каких-то ограничений на данный момент нет. Какова вероятность того, что колу-рейтинг будет ошибочный, какова погрешность? Погрешность крайне низка. Она у нас находится в районе 2-3%, так как слушают у нас, во-первых, все звонки слушают живые люди. И это не просто студенты какие-то наняты, это люди с очень высоким опытом, большим опытом продаж. Соответственно, после их проверки еще есть специальная система, которая их повторная, ну, система внутренняя, когда еще вышестоящий руководитель выборочно проверяет отдельные звонки. Поэтому прям вот оценка, можем давать гарантию достаточно высокую, что она точная. Ну, и тут еще вот спрашивают, слушайте, вот правда, ребят, я в очередной раз обращаюсь, уже в 500-й, наверное. У меня просьба, если у вас даже ник какой-то неизвестный, ну, отсон, да, ну, подпишитесь, кто вы. Мы же здесь все свои, поэтому не стесняйтесь. Вот, я как-то даже вводил бан на вопросы от инкогнито, но сегодня я добрый. А подход изменился как-то после 2022 года? Пришлось что-то корректировать? Да, мы добавили много таких дополнительных полей, поняли, что можно, как раз вот мы начали отслеживать акции, как раз мы начали отслеживать конкурентов, и это нам помогло как раз-таки достаточно сильно по многим позициям в плане конверсии подрасти. Федор, а можно вот телефон, ой, телефон, микрофон? То есть это не машинный сервис, да, это живые люди сидят, слушают. Да, это не автоматизированный сервис. Мы, так как этим проектом занимаемся уже давно, да, 4 года, уже 5-й год пошел, мы постоянно держим руку на пульсе, в том числе и в плане искусственного интеллекта, да, то есть чтобы это отслеживать. Но, к сожалению, на данный момент нет автоматизированных систем, и искусственный интеллект, он не может многие моменты отлавливать. Да, например, такие там, насколько было там истинным возражением, как конкретно его отработал там менеджер. И таких нюансов их очень много. То есть плюс еще автоматизированный сервис для того, чтобы его, или искусственный интеллект, для того, чтобы его, ну, быстро, оперативно перестроить, да, там, под реалий рынка, это опять несет за собой большие затраты и время. В случае с живыми людьми мы можем всегда очень быстро на это отреагировать и практически там без затрат. Вот такой еще вопрос, да. Сотрудник может отработать по чек-листу, да, вот, так сказать, ответить на все пункты, да, все сделать. Ну, что называется, да, безжелание, безжелание вот это вот. У вас есть такой критерий оценки, как он эфемерный, да, его нельзя вот загнать в какой-то вот… Да, именно. Раз, два, три, ну, поняли о чем вопрос. Спасибо. Да, я понимаю, то есть это называется, ну, сейчас не вспомню определение, да, когда человек максимально, да, там, проявляет заинтересованность… Уровень вовлеченности. …менеджер, да, и, к сожалению, так как это действительно невозможно оцифровать точно, потому что это всегда будет субъективное менеджерослушивателя. То есть мы всегда оцифровываем только те параметры, которые точно можно отработать. В данном случае здесь уже это все-таки решают наши встречи, то есть мы не просто предоставляем цифры и данные, мы всегда еще еженедельно встречаемся с потребителем нашей услуги для того, чтобы помочь им интерпретировать те данные, которые они получают, и помочь им начать правильно их применять, да, потому что все-таки есть много нюансов, опять же, которые мы накопили за счет 2019 года, которые нужно гладко обходить, потому что те же менеджеры, допустим, могут начать сопротивляться этому внедрению. То есть есть у нас технологии, да, там, внутренние разработаны способы, как это плавно обходить. То же самое нужно производить работу с РОПом, да, как помогать ему все это обходить. То есть это не просто какая-то служба статистики, да, которую вы получаете, это именно целая система, которая уже полностью отработана. Добрый день, Олег Шишкалов, автосервис МИКа, Севера Москвы. Использовал два решения конкурентных ваших, мы тоже с прослушкой аудио слышали об автоматизированных решениях, которые искусственным интеллектом отсеивают. И тоже был у меня вопрос, как у коллеги из Фрешафта, на тему вторичных оценок звонка, когда не только содержание непосредственного текста, но и попытка продажи, попытка, наоборот, слить, то есть эмоционально вовлеченность сотрудника в работу. Также сталкивался с теми проблемами, что вы сказали, когда до юра вроде выполняют, де-факто пытаются саботировать, приходится это преодолевать и с этим работают. Но вот в вашем сервисе единственное, я не понял, вы сказали то, что вы можете принять любой объем, отлаженная система, но с другой стороны вас ослушают живые люди. Живые люди имеют физическое ограничение пропускной способности. Какой объем звонков слушаете в штуках сотнях на одну контору в месяц? Потому что у меня, например, за месяц около тысячи звонков всех, не только первичных, входящих, исходящих, перезвонил приемщик, не знаю, там второй, третий, четвертый, уже пятый раз звонит клиенту, что возмутительно, вообще-то надо было уложиться в два звонка. Вот с учетом этих параметров, как у вас организовано? Или только первичные? Не весь вопрос услышал. Я прошу прощения, тут просто это пересекается с полемикой, которая идет в чате и на ютюбе. То есть есть сомнения, если я правильно понял, в том, что масштабируется история, когда люди заняты, а не искусственный интеллект. Система масштабирования, конечно, она ограничена. Да, то есть, безусловно, если объем прям сильно резко вырастает, нам нужно будет набирать новых людей. Но, опять же, эта система у нас отработана. То есть у нас уже полностью отработана система поиска новых сотрудников. Мы четко знаем, кто это должен быть, какие у него должны быть выходные параметры. Я понял, адаптация, внедрение отработаны. Быстрое его внедрение в должность, быстрое его обучение. То есть система адаптации и поиска новых сотрудников у нас отработана таким способом, что мы уверены в том, что мы можем достаточно быстро и оперативно нарастить объемы. То есть мы именно к этому сначала подготовились, прежде чем, скажем так, озвучивать широкие массы наше предложение. Понял. А вот вторая часть вопроса разделения звонков первичные, входящие, повторные, входящие, то есть спустя время клиент, который уже был, и как это сопроводительные звонки, когда идет уже по рабочей сделке, уточнение записи, согласование наряда, вот это все разделение по трем типам. Здесь уже вопрос такой, насколько дилер готов предоставлять нам допуск к его сырьям системы. То есть вопрос именно вот этого взаимодействия. Если он готов нам предоставлять такие данные, то мы это все можем выстроить цепочку. У вас какая-то интегрируемость с CRM уже есть каких-то видов, там 1С, не знаю, там Bittrex, еще что-то? Мы можем интегрироваться в любую CRM-систему. То есть 1С, альфа, авто, опыт есть? 1С, альфа, авто, опыт есть? Да. Хорошо, спасибо. Так, ну что, спор между теми, кто абсолютно верит в искусственный интеллект, и тот, кто больше доверяет людям, он может быть бесконечен, поэтому предлагаю на этом остановиться. Спасибо.